Противоборство сторон посредством распространения специально подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию на себя. Такое определение дает интернет, если ввести в поисковике запрос, что такое информационная война. Но что кроется за сухим термином? Информационная война уже давно стала неотъемлемым элементом недобросовестной борьбы за свои интересы в руках определенного круга политических сил. Главным же оружием в инфовойне являются так называемые фейк-ньюс, то есть распространение заведомо ложной информации. Выворачивая факты наизнанку, преувеличивая уже существующие, а иногда и вовсе создавая из воздуха несуществующие события, недобросовестные люди, группы лиц, а часто и руководство целых государств умело манипулируют сознанием миллионов. И если в большинстве случаев человек, разбирающийся в вопросе, с легкостью отличит ложь от правды, простому потребителю информации сделать это бывает крайне сложно. Поэтому очень важно знать, как правильно донести правду до аудитории. Именно борьба с фейк-ньюс и стала центральной темой, прошедшего на днях в Железноводске юбилейного инфорума Союза журналистов России. Так как теперь мы находимся в особой, очень непростой ситуации, очень многие люди сейчас пишут в социальных сетях, собирают лайки, представляются даже журналистами. Тем не менее, важно не количество лайков, а компетентность. Мы решили соединить журналистское сообщество с экспертами и властью, чтобы в этом варианте общения как бы прокачивалась вот та самая компетентность, за которую нас уважает наша аудитория. Сложно найти в нынешнее время человека, который не видел бы ни одного репортажа о специальной военной операции на Донбассе. Именно на нее в последние полгода направлен основной поток ложной информации, которую создают за рубежом, а по трой и на территории нашей страны. В то время как, сидя в удобном кресле перед компьютером за сотни, а то и тысячи километров от места событий, некие лица создают ложный инфоповод, наши военные корреспонденты, часто с риском для жизни, работая на передовой в непосредственной зоне боевых действий, пытаются донести правду до своей аудитории. Стоит помнить, что часто от информации, которую доносит журналист, может зависеть жизнь десятков людей. Я считаю, что тема именно фейк-ньюс и информационного противостояния, она такими волнами развивается. То есть, когда что-то в мире начинается, так скажем, турбулентность политическая, то сразу же идет противостояние. И это уже такое правило, и с фейками мы боремся достаточно давно. Мы, я имею в виду не только журналистов, вас, нас, но и вообще даже люди, которые просто паблики различные читают и смотрят. Мы говорили о борьбе с фейками именно в рамках работы военкоров на месте. И рассказали как раз о том, что мы все равно, даже работая в зоне боевых действий, проверяем источники, проверяем надежность информации. Это основополагающая тема. И что любой корреспондент, будь то военкор или просто корреспондент, который работает вообще по другим событиям, должен для начала все-таки завоевать доверие аудитории тем, что всегда дает любую новость, материал со ссылкой на источник, либо рассказывает то, что он видел своими глазами, подтверждая это либо документами, либо, собственно, видео, картинкой, чем угодно. У собравшихся на форуме была уникальная возможность посетить мастер-класс военного корреспондента РИА Новости Едины Ореховой, которая делилась с коллегами опытом работы в горячих точках, объясняя, как сохранить доверие аудитории даже в самых спорных ситуациях. Генерируются фейки достаточно много. Обратите внимание, те паблики были на украинском языке. Этот паблик на русском, то есть он тоже рассчитан на определенную аудиторию, чтобы русскоязычные пользователи читали вот это вот все. Вроде бы, насколько я проверяла, хорошо видно, что написано. Если нет, вы скажите, я куда-нибудь отойду, пододвинусь. Вот это вот знаменитый достаточно сайт, у них огромный телеграм-канал, да, на почти 800 тысяч подписчиков, сейчас уже, может быть, даже и больше. Недавние относительно новости. Вот так они выглядят, вот так они преподносят эту информацию. Мы с вами понимаем, что, конечно же, это все не так, но посмотрите, как написано, да, причем здесь даже фактами никакими не подкреплено. 30 июля в Донецке был массированный прилет снарядов, начиненных противопехотными минами «Лепесток». Обстрел совершен украинской стороной, но она в очередной раз обвинила в своих преступлениях Россию. Похожая ситуация была и с обстрелом роддома в Мариуполе. Об этом участникам информа напомнил Глеб Эрвье, который сейчас находится в командировке на Донбассе. Украинская элита при поддержке западных союзников собирается затягивать эту войну до максимума. Ну, как говорится, сейчас до последнего украинца. И общество на той стороне очень сильно милитаризировано. В своей пропаганде Украина делает ставку на архетип войны, на архетип защитника. И, естественно, человеку, который попал в эту систему, который был жестко, принудительно мобилизован, не остается ничего другого, просто чтобы не сойти с ума, кроме как рационализировать собственную мотивацию, доверяясь тем людям, которые, казалось бы, принято обеспечить его полнотой информации. При том, что наши источники информации блокируются, у них создается вполне конкретная четкая картинка. К сожалению, можно констатировать, что мир входит в эпоху, когда средства массовой информации полностью подчинены политической конъюнктуре. Что особенно ярко можно видеть на примере Украины и западных сообществ. Никакая хваленая свобода слова просто не работает. Она вся подвержена тотальной цензуре. Мы видели это много раз. И отдельно я хотел бы уберечь коллег от того, чтобы прибегали к созданию фейк-ньюс. Нам нельзя опускаться до этого уровня. И более того, даже если смотреть чисто прагматически, в этом нет абсолютно никакого смысла. Специальным гостем форума стал Семен Пегов, военный корреспондент и составитель проекта «Варгонза». Десятки раз побывав в Нагорном Карабахе и на Донбассе, он, как никто другой, знает, какой ценой достается информация. И поделился с коллегами, как донести до людей правду. Ведь не всегда достаточно просто ее рассказать. Важно знать, как все подать. Иди и рассказывай свои истории интересно. Чтобы людям было, ну, мне кажется, это же очень простое правило. Делать интересный продукт, чтобы им было интересно смотреть, чтобы люди следили за тобой, ждали следующего выпуска. Как ты этого добиваешься? У каждого, наверное, какие-то свои нюансы. Кто-то это делает с помощью горячих эксклюзивных новостей, кто-то с помощью провокации. У кого-то там одна подача материала, у кого-то другая. Каждый воюет за свою аудиторию и задачи любого творческого человека, что бы он ни делал, каким бы он великим или умным себя ни считал, сделать это доступным, понятным и интересным для обычного зрителя. Хотя фейки о специальной военной операции занимают центральную роль в информационной войне и направлены в основном на дискредитацию наших военных, не стоит забывать о фейковых новостях, эффект от которых имеет больше накопительный эффект и создает общую напряженность в обществе. Самыми яркими примерами таких ложных новостей за последние несколько лет стали материалы о вреде вышек сотовой связи, разного рода фейк-ньюс вокруг коронавируса и вакцинации. Такая информация в основном распространяется в соцсетях. Мы мониторим ситуацию в интернете на всем Северном Кавказе, в том числе и ситуацию с фейками. И в силу работы мы уже перестали воспринимать фейки как что-то легкое и как что-то, что можно сделать, за 10 минут выложить в интернет. Мы относимся к этому более серьезно. На мой взгляд, это уже как элемент информационной военной пропаганды. В интернете и объем, о котором говорили, да, это аудитория 200 миллионов с февраля месяца по всей стране. Я сейчас покажу цифры. Там порядка 10 миллионов аудитория уже была за последние только 3 месяца на Северном Кавказе. Но все же не всегда фейки создаются целенаправленно. Особым их видом являются стереотипы, которые годами формируются в умах. Особенно остро влияние стереотипов ощущают на себе жители Северного Кавказа. И тут не обойтись без своеобразной просветительской деятельности. Лучше всего для этого подходит развлекательно-познавательный формат. Одним из проектов, направленных на это, стали «Мифы о Кавказе». Проект «Мифы о Кавказе» — это веб-сериал, который мы придумали и сделали в виде тревел-шоу, чтобы людям легче было усваивать информацию. У нас очень много красивых кадров. Мы использовали квадрокоптеры, объехали весь Кавказ. За один съемочный период это получалось около 2500 километров. То есть в общей сложности съемочная группа по Кавказу проехала почти 5000 километров. Хедлайнер проекта, ведущий Дмитрий Голубев, он из Москвы. Он никогда не был на Кавказе. Он был полон по-настоящему всех стереотипов, которые только могут существовать о Кавказе. И он это абсолютно не скрывал. Мы его специально не брифовали. То есть мы ему не говорили, что нужно получить или какой посыл мы должны вытащить из участников. Он сам полностью общался с людьми. Сам нанял продюсера. Этот продюсер находил героев. Эти герои разговаривали с Димой в кадре. Мы никак не вмешивались в этот процесс. И все свои, скажем так, заблуждения, можем их так назвать, он сам их так называл, они действительно развеивались в момент проезда, в момент, когда дрон летал над красотами, в момент разговоров. Но не обязательно быть журналистом, политологом или представителем власти, чтобы внести свой вклад в борьбу с фейками. Достаточно оставаться неравнодушным человеком. Таким, как наш земляк Марат Узделов. Мирные жители чувствуют, что они в опасности. Они не знают, к кому обратиться за помощью, потому что та сторона говорит, что это Россия их уничтожает. Россия говорит, что это они. Они не знают, к кому верьте. Когда я заезжал вывозить людей, мне пришлось два часа уговаривать их, говорить, что я нормальный, что я им не причиню вреда. И вот выстрелы, взрывы, Азовсталь сзади был, за кварталом. Вот война шла, законно, да, захват Азовсталь, пытались взять это 21 число было, апреля, как раз, самые ожесточенные бои шли. Я тогда уговаривал два часа людей, чтобы они сели ко мне в машину. Я им видеоролики показывал с теми людьми, которых я уже вывез, которые им говорят, с ними приезжайте, это нормальные люди говорят. Я им показывал, они все равно очень с трудом верили. Но не стоит забывать, что за распространение ложной информации можно понести серьезную ответственность. Ответственность уголовная наступает только в ряде случаев, при соблюдении ряда условий. Если человек, допустим, распространяет публичную информацию, под публичностью понимается случай, если распространяется информация для неограниченного круга лиц, либо где-нибудь в кругу, где два и более человека. Вот в этом случае будет присутствовать признак публичности. Что касается второго главного условия для наступления ответственности, это умысел человека. То есть человек с прямым умыслом совершает данное деяние. Он предоставляет заведомо ложную информацию, зная наперед, что она является ложной. То есть здесь опять-таки субъективная сторона, необходимо установление целей и мотивов человека. Для чего человек предоставляет эту информацию. Чаще всего это делают для того, чтобы посеять панику в обществе. В этом случае, безусловно, при соблюдении условий наступает ответственность. То есть человек, если распространил информацию, но он заблуждается, искренне сам заблуждается, то есть у него нет умысла какого-то злого, в этом случае ответственность наступать не будет. Об этом четко и ясно говорится в обзоре, в разъяснении Верховного суда. Согласно закону, в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья 207.3 о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан. Максимальное наказание по этой статье устанавливается в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет в случае наступления тяжких последствий. Также в соответствии со статьей 280.3, это публичные действия направлены на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан поддержания международного мира и безопасности. Максимальное наказание по ней – это лишение свободы до 5 лет. Его предложено назначать в случае, если подобные действия против российских военных привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, массовым беспорядком в работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт. Конечно же, полностью избавиться от появления фейковой информации вряд ли когда-то получится. Но тем не менее, продолжая доносить правду до масс, можно свести вред от ложной информации до минимума.